47-летний Станислав работал охранником, а на войну пошел на пьяный спор. С другом ударились об заклад на бутылку коньяка, подпишет ли с ним контракт Минобороны России или нет. Документ подписали и практически без подготовки отправили его на фронт. Из-за пьяного спора мужчина потерял кисти на руках и частично ступни ног. Был на Авдеевском направлении, был рядовым. Два раза на БЗ сходили, вот и все. Потом плен. Как получили ранения? Ну, подстрелили. Сперва руку. Бок попал в руку. А это ноги. Тут отморозил левую. Владимиру Недожогину 37. Он из Волгоградской области. После пандемии коронавируса стал безработным. Считал, что контракт решит все его финансовые проблемы. Нас привезли в Бердянск. В какой-то промежуток времени мы прошли краткую подготовку. Нас вывезли на воевую задачу. С 24 февраля до 29 февраля он находился на задаче. Получил в это время обморожение. Был уже ранен. Получил ранение с осколочной в руку. 39-летний житель Орла Иван Семенов по профессии сварщик. В конце октября прошлого года был мобилизован. Во время одного из штурмов попал под атаку дронов. Украинские солдаты начали кричать «выходите, останетесь живы». А у нас уже все ни быка, ничего. Ребята начали выходить. Ну там уже и кому выходить. Я остался еще один солдат 7-й рот. Я уже и так ничего не соображал. Командир украинской группы, которой мы столкнулись, перебинтовал мне рану, поставил турникет. Он мне сказал, что руку ты скорее всего потеряешь. Тут уже как бы спасать нечего. Живой останешься. В украинском плену таких, как они, с тяжелыми ранениями сотни. К сожалению, многие из них лишили конечностей. Это и руки, и ноги. У многих нет костей. То есть у них вот так вот рука держится на аппарате Элизарова. То есть там просто вот так вот. Из последней моей поездки он мне показывает руку, а она у него как тряпочка. Согласно Женевской конвенции, для тяжелораненных военнослужащих действует отличный от обмена механизм – репатриация. Воюющая сторона должна создать смешанные медицинские комиссии из трех врачей. Двое из нейтральных стран, которых назначает комитет Красного Креста, из страны, где содержатся военнопленные. Именно они и принимают решение, кого возвратить домой. Но Россия такую процедуру саботирует. Год назад, 10 августа 2023 года, Украина совместно с Международным комитетом Красного Креста создала смешанную медицинскую комиссию, в которую вошли двое врачей из Швейцарии и врач со стороны Украины. Соответственно, эта комиссия с украинской стороны готова работать. Единственное препятствие сейчас в том, что за этот год российская сторона не смогла создать аналогичную медицинскую комиссию. Соответственно, этот процесс репатриации не может начаться, потому что он требует работы обеих сторон. Эксперты объясняют, российская сторона в первую очередь старается вернуть тех, кого можно повторно отправить на войну с Украиной. Россия сейчас не забирает тяжелораненых. Она забирает только тех военнопленных, у которых целые руки, ноги, и которых можно снова отправить на войну. А вот такие вот инвалиды, к сожалению, которые уже не смогут пойти воевать, Россия их не забирает. Поэтому их очень большое количество сейчас. Иван говорит, что его жена бегает по всем инстанциям, чтобы его вернули, но безрезультатно. Вы знаете, до меня доходит информация, что то, что я небоеспособен, и старается вернуть как бы в первую очередь боеспособных солдат. Ну, такая информация до меня дошла. То есть, получается, они беспособны, как бы меня в крайнюю очередь будут менять. Журналисты из «Инсайдера» направляли запрос российскому омбудсмену Татьяны Москальковой, чтобы узнать, когда Россия выполнит требования Женевской конвенции, создаст смешанные медицинские комиссии, чтобы вернуть тяжелораненых военнопленных домой. В офисе омбудсмена в комментариях им отказали.